HTC объявил о разработке смартфона с нативной поддержкой блокчейна. Модель получит название HTC Exodos. Смартфон поддержит множество блокчейнов, в том числе биткоина, эфириум и лайтнинг-нетворк. Об этом сообщает PCMag. О грядущей разработке на конференции Consensus объявил также Фил Чен, создатель VR-шлема HTC Vive. Он заявил, Exodos должен помочь базовым протоколам расширить сети собственных электронных узлов. Система устройства будет разработана на Android. Смартфон поступит в продажу с предустановленным криптокошельком и защищенной аппаратной частью. Фил Чен подчеркивает высокий стандарт безопасности и защиты данных HTC Exodos. Разработчик не озвучил ни цену устройства, ни дату выпуска, но подтвердил, компания, возможно, будет принимать криптовалюты в качестве оплаты за смартфон. Waves сотрудничает с разработчиком онлайн-магазинов Magnetta. Система управления интернет-магазинами Magnetta и разработчик ПО для розничных онлайн-магазинов Shopify объявили о партнерстве с блокчейн-платформой Waves. Об этом сообщает CryptoNinjas. Совместно с Waves будет работать Mageworks, разработчик решений Magnetta и поставщик решений для электронной коммерции. По словам генерального директора компании Виталия Дудина, партнерство с Waves – это первый шаг по внедрению блокчейна в Magnetta. Интеграция откроет новые возможности для дистрибьюторов. Пониженные комиссионные, криптоплатежи, занимающие пару секунд, высокая надежность и безопасность сделок – лишь малая часть преимуществ этого сотрудничества, добавил он. Виталий Дудин презентовал новую коммерческую блокчейн-платформу для всех владельцев интернет-магазинов на базе Magnetta 2 под названием Waves Crypto Payments. Новый плагин платформы объединит онлайн-магазины на движке Magnetta 2 с публичной блокчейн-платформой от Waves. Это позволит покупателям и продавцам использовать криптовалюту для платежей. Маркетинг в параллельном мире криптовалют Романа Скрипина Завтра, в четверг, 17 мая, в 16.00 по Киеву на канале Skrippin.ua состоится прямое включение. Гости эфира – Дмитрий Кришталь с канала CryptoDealers и партнер Bizantium ICO Agency Максим Уперяка. Тема обсуждения – маркетинг в мире криптовалюты и ICO. Гостям эфира есть, что поведать Роману и зрителям о продвижении краунфандинговых компаний и успешных криптовалютных стартапах. В роли интервьюера Дмитрий поговорил с десятком криптокоммерсантов, организовавших ICO и собрал множество примеров успешных первичных размещений монет. Максим также разобрал на части десятки ICO и криптостартапов именно с точки зрения консалтинга, маркетинга и стратегии продвижения. Ведущий прямого эфира – Роман Скрипин. Трансляция начнется на канале CryptoDealers в четверг, 17 мая в 16.00 по Киеву. Компания Circle привлекла 110 миллионов долларов и запланировала выпуск доллара на эфириум. Бостонский стартап Circle Internet Financial Limited займется разработкой в сфере цифровых валют. Компанию по сбору средств провел производитель майнеров Bitmain. Об этом сообщает Bloomberg. С последней инвестицией рыночная оценка Circle поднялась до 3 миллиардов долларов. Совместно с Bitmain бостонцы работают над собственной версией стабильного крипто-доллара. Проект получил название Circle USD Coin или USDC. Его запуск должен состояться этим летом. USDC – это токен формата ERC-20, спроектированный на блокчейне эфириум. Он будет обеспечиваться долларом США в отношении один к одному. Компания надеется, что USDC, как и другие стабильные монеты, будет обладать большинством преимуществ криптовалют и в то же время будет лишен непредсказуемой постоянной волатильности. Пользовательская база бостонской компании насчитывает 7 миллионов человек. Circle намерены встроить USDC в платежное приложение Circle Pay и в небиржевую торговую площадку Circle Trade. Также поддержку USDC планируется реализовать на недавно поменявшей своего владельца биржи Polonics. Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Вместе с рыночным трендом на понижение с января уменьшается объем успешных ICO. Московская финансовая и аналитическая компания Suicide Ventures провела апрельский анализ рынка ICO. Анализ отчета за апрель дает понять, вместе с общим рыночным трендом на понижение уменьшается объем успешных первичных предложений монет. В апреле были завершены только 23% всех ICO. По сравнению с мартом показатель уменьшился на 32%, но общий тренд на понижение начался еще в январе. Успешным аналитики Suicide Ventures считают ICO, закрывшее так называемый soft cap – минимальный предел заявленной суммы, или собравшее половину от hard cap – максимального предела. Всего же в апреле были завершены 132 ICO. Объем собранных средств также уменьшился. В апреле привлеченные суммы составили 705 миллионов долларов. Это на 18% меньше, чем в прошлом месяце. В марте было 862 миллиона. Ссылку на отчет мы оставим в описании выпуска.